МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова-24 в студии Ксерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Страна возможностей Антон Ульянов победил в региональном финале конкурса лидера России. Добровольц 2021 саровчан приглашают принять участие в конкурсе среди волонтёров. Трус не играет в хоккей, как проходят игры первенства России, в которых участвуют саровские команды. Далее расскажем во всём подробно. Штраф за парковку на газоне или тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте в проекте нового кодекса РФ об административных правонарушениях составляет от 1000 до 3000 рублей. Об этом-то сообщил и первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, а их администрирование ляжет на плечи муниципалитетов. По её словам, если муниципалитет прописал в правилах, что мыть машины во дворах и парках на берегах водоёмов нельзя, так как грязная вода стекает в водоём или на общественное пространство, то санкции, предусмотренные кодексом, смогут применить. Что касается борьбы с парковкой на газонах, то в этом вопросе муниципалитетам предстоит чётко прописать в своих правилах благоустройства, что именно там считается газоном, отметила парламентарий. 12 представителей Нижегородской области победили в региональном этапе конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди победителей – председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. 354 финалисты из всех 14 регионов Приволжского федерального округа приняли участие в региональных финалах конкурса «Лидеры России». Из их числа отобрали 35 победителей. Среди тех, кто показал наивысший балл – представитель Сарова, председатель городской думы Антон Ульянов. Не первый раз он участвовал в этом конкурсе, но первый раз вышел на региональный уровень, где сразу победил. Конкурс проходит в несколько этапов. Первоначальные этапы – это этапы тестирования. Причём идёт тестирование интеллектуальных способностей, это и вычислительные способности на скорость, это способности логически мыслить, знания русского языка. Это возможность, во-первых, себя подиагностировать, очень хорошая, во-вторых, поконкурировать с ребятами со всей страны. Затем был очный этап. Жюри смотрела, как команда выполняет задания, обращала внимание на то, как конкурсант взаимодействует с коллективом, как ему даётся себя проявить, и оценивала лидерские компетенции. «Лидеры России» – это флагманский конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей по поиску разного рода специалистов, их конкурсному отбору и дальнейшему обучению». Из тех 300 человек, которые попали в финал, 100 человек будут объявлены победителями. Вот победитель получает миллион рублей в качестве образовательного гранта и может по какой-нибудь платной программе пройти обучение. Получает наставника федерального уровня, будь то губернатор, министр. Самое главное – то, что победители вступают в лидерское сообщество, объединяющее людей самых разных взглядов и интересов. Но все они активны, энергичны и готовы вести серьёзную работу на благо страны. Многие победители лидеров России впоследствии получили знаковые должности на региональном и федеральном уровнях. И возникает вопрос, готов ли председатель нашей думы к крутым поворотам в карьере. Я, конечно, понимаю, что категорично говорить «да, готов» или «да, нет, не готов» всё, конечно, зависит от предложения, которое возникает. Потому что бывают предложения, от которых просто невозможно отказаться. Все победители окружных финалов прошли в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Народов много, страна одна под таким лозунгом уже в шестой раз. В России пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Задания будут опубликованы в 00 часов 1 минуту 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretna.ru. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя две части. Первая – это 20 единых для всех вопросов, а вторая часть – это 10 вопросов по конкретному региону. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Поучаствовать в переписи теперь можно по телефону. Для тех, кто по каким-то причинам не может прийти переписаться на стационарный участок или не желает пускать переписка в дом, теперь доступны номера контролеров стационарных участков. Можно позвонить на участки по телефону 9-93-83, 3-50-99 или 9-91-06. Также по-прежнему доступно участие в переписи населения через портал госуслуг. До 7 ноября волонтеры Победы в честь Дня народного единства проводят в социальных сетях онлайн-акции и флешмобы. Присоединиться к ним могут все жители региона. Участникам флешмобы по историческим местам народного ополчения предлагают опубликовать фотографии исторических мест, напоминающих о событиях, связанных с нижегородским ополчением. Любой желающий сможет присоединиться к флешмобу «Эстетика моего народа», посвященному природе, народным костюмам, национальной кухне. Для этого необходимо опубликовать фото или видео, раскрывающие тему гордости за свою народность, представители которой проживают в том числе в Нижегородской области. А в рамках флешмоба я узнал, что у меня есть огромная страна, пользователи смогут рассказать и показать в своих аккаунтах, как много у них друзей разных национальностей. Публичные слушания можно будет проводить на портале госуслуг. Документ об этом разработала Минцифра. На портале можно будет размещать материалы и информацию для заблаговременного, оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний. Здесь можно будет ознакомиться с проектом документа, а также высказать свои замечания, предложения и проголосовать. Сделать это смогут жители старшего 17 лет, зарегистрированные в муниципалитете по месту жительства. Кроме того, на портале появится возможность публикации результатов публичных слушаний. При необходимости доработанный проект документа может быть вынесен на повторные публичные слушания. На прошлой неделе в России начались нерабочие дни, объявленные президентом. На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин обозначил главные задачи нерабочих дней – снизить темпы заболеваемости и нагрузку на систему здравоохранения. Важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации соблюдались рекомендации санитарных врачей, и граждане ответственно подходили к своему здоровью. Такие дополнительные выходные – это, в первую очередь, возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться, отметил премьер. На бесплатные лекарства для граждан, которые лечатся от коронавируса дома, дополнительно направят 11 миллиардов рублей. На эти средства будут закуплены препараты для 2 миллионов россиян. Более 5 миллиардов рублей выделяют на закупку концентраторов кислорода для больниц. Около 500 миллионов рублей получат производители медицинского кислорода, чтобы обеспечить бесперебойное производство и увеличить поставки медучреждения. Увеличивают темпы вакцинации. Перевивку делают уже более 650 тысяч человек в сутки. Однако уровень вакцинации еще недостаточный, чтобы справиться с распространением заболевания. Россияне чаще проводят тестирование на вирус. Роспотребнадзор отмечает, что в ряде регионов жители жалуются на задержку результатов. По каждому такому случаю проводят административные расследования и применяют меры. Напомним, президент отметил, что при необходимости рабочие дни можно продлить. Первый об этом объявила Новгородская область. Эпидемиологическая ситуация там остается сложной. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал вероятность продления коронавирусных каникул у нас. Он выразил надежду, что после 7 ноября продлевать их не придется, но опасения на этот счет все же есть. Самый пессимистичный прогноз таков. Если заболеваемость и смертность от коронавируса в Нижегородской области не будут снижаться в течение этой недели, то встретить Новый год в привычном формате нижегородцам вряд ли удастся. За минувшие сутки в России выявили 39 тысяч 8 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 789 в Нижегородской области. В Сарове за день заболело еще 62 человека. Один скончался. Практически каждую неделю в сводках полиции фигурируют случаи мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий. С начала этого года их было уже 63. За 2020 год зарегистрировано 45 случаев такого мошенничества. На смену старым известным схемам злоумышленники изобретают новые, все более изощренные. Как защитить себя от обмана? В нашем городе участились случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Саровченко выставила на продажу детскую коляску за 7 тысяч рублей. Покупатель предложил общаться в другом мессенджере и прислал ссылку на интернет-доставку. Женщина перешла по ней, ввела свои персональные данные, после чего с ее карты пропало 20 тысяч рублей. Гость нашего города попал в курьезную ситуацию, заказав в интернете эскорт услуги. Связался. Ему ответили, что да, все, вопросов нет, девушки приедут. Надо отправить сначала 500 рублей, потом еще 5000 рублей, потом 20 тысяч рублей, потом 40 тысяч рублей. Тот оператор, который с ним общался, говорил, что очень много заказов, надо предоплату, гарантийные обязательства и так далее. И в итоге девушки никакие к мужчине не приехали, и мужчина отправил мошенникам 93,5 тысяч рублей. Нередки случаи обмана во время сделок купли-продажи на известных торговых площадках в сети. Так Саровченко выставила на продажу фотоаппарат за 120 тысяч рублей. Покупатель нашелся в Белоруссии. Товар женщина отправила ему транспортной компанией. Преступник его получил, отправил продавцу скриншоты о переводе денежных средств. Но оплата так и не поступила на ее счет, а телефон мошенника стал недоступен. У нас есть факты, когда в социальных сетях нашим жителям приходят сообщения, где представляются знакомыми, которые записаны у них в друзьях, и просят одолжить энную сумму денег. Сумма составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей. Это один из самых древних видов интернет-мошенничества, и, к сожалению, он работает и сегодня. Верный способ не попасться на удочку мошенников – ни в коем случае не вступать в диалог с написавшим, а позвонить написавшему и разобраться в ситуации. Одним словом, торопиться с переводом денежных средств точно не стоит. На торговых площадках также нужно быть бдительным. Использовать только те доставки, которые предлагает данная интернет-площадка. Также пользоваться безопасной сделкой, то есть сделкой, когда вы перечисляете денежные средства на счет площадки, и после того, как получаете либо продавец, либо покупатель получает товар, соответственно, делает отметку, что именно соответствующего качества товар получен. В общей сложности с начала года саровчан-мошенники обманули на 25 миллионов рублей. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Волонтерские объединения могут принять участие в конкурсе «Добровольец-2021». Заявки принимают до середины ноября. В конкурсе будет пять номинаций. Подробности далее. Около 20 волонтерских объединений работают в нашем городе. В «Добровольце» идут и школьники, работающие люди, и те, кто уже вышел на пенсию. У каждого объединения своя сфера деятельности. Кто-то помогает детям из детских домов, кто-то пристраивает бездомных животных, кто-то ухаживает за стариками и инвалидами, а кто-то носит продукты больным коронавирусом. Чтобы рассказать о тех, кто готов бескорыстно прийти на помощь ближнему, ресурсный центр добровольчества проводит конкурс. Он так и называется «Доброволец-2021». Вообще есть же государственная программа по развитию добровольчества в России. И вот данное мероприятие, данный конкурс проводится с целью привлечения волонтеров, с целью привлечения добровольцев, чтобы в городе знали о том, что такие люди есть, чтобы в городе хотели становиться такими людьми. Любая организация, объединяющая добровольцев, любой человек, занимающийся волонтерской деятельностью, сможет принять участие в этом конкурсе. Проект нужно представить в одной из пяти номинаций. Первая номинация – это «Добровольец-2021», в которой могут участвовать все конкурсанты, которые подали заявки на участие. Следующая номинация звучит как «Искра добра». Подразумевает под собой человек, который начал добровольческую деятельность в 2021 году. В номинации, например, «Рожденный помогать» может участвовать конкурсант, который начал свою добровольческую деятельность до 2021 года, но в 2021 году очень ярко себя проявил. Есть еще номинации «Душа компаний» для лидеров волонтерских объединений и «Общее дело» для всех организаций, ведущих добровольческую деятельность коллективно. Заявки принимают до 15 ноября. Подробности по телефону 9-91-13. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». На нашем льду сразились команды 2007 года «Саров» и «Сокол». В первом матче «Верх» одержал «Сокол» со счетом 4-6. На второй встрече наша команда вырвала победу у соперника со счетом 5-1. Матчи прошли в рамках первенства России среди юношей региона по Волжге. Встреча давних соперников. На нашем льду сразились команды 2007 года «Саров» и «Сокол» из Новочебоксарска. Игры были напряженными, не обошлось и без драк. В первом матче «Верх» одержал «Сокол» со счетом 4-6. На второй встрече наша команда учла свои промахи, настроилась и почувствовала ритм игры и вырвала победу у соперника с разгромным счетом 5-1. Матчи прошли в рамках первенства России среди юношей регион по Волжге. Школу на первенство Приволжского федерального округа представляют 4 команды. Это «Саров» 2007, «Саров» 2008, «2009» и «2010». Команда юниоров 2004-2005 год рождения будет играть на первенстве Нижегородской области среди мужских команд. И команда 11-12 годов рождения тоже будет принимать участие в первенстве Нижегородской области среди мальчиков. Ряд игр первенства перенесли из-за локдауна. 30 и 31 октября «Саров» 2007 должен был принять на своем льду ребят из Йошкар-Алы. Позднее пройдут встречи команд 2008 года «Саров» и «Саратов». Но несмотря на игровое затишье, юные хоккеисты стараются всеми силами поддержать форму, оттачивая на льду свое мастерство. Тренировки проходят в обычном режиме. Наши цели и наши задачи, чтобы каждую игру выходить только на победу и, соответственно, повышать технику спортивного мастерства, и чтобы они от игр, от тренировок получали огромное удовольствие и росли в плане техники, тактического мышления и в командном плане тоже. Планы на это первенство выступить лучше, чем в прошлом году, рассказал Сергей Колюбакин. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!